Берется шприц без иглы, вставляется между двумя пальцами, замахиваемся и делаем резкий хлопок. Делаем вдох и выдох. В этот раз мне придется опять сделать саму себе укол. Мне снова страшно, но я снова покажу вам, как это делать. Есть несколько вариантов, как минимум два варианта иголок. Есть большая иголка и маленькая иголка. Маленькая иголка синего цвета, это та, которой я делала в прошлый раз укол. И она идет со шприцом в 2 мл. Все остальные шприцы побольше. Идет серая к ним иголка, она длинная и толстая. Я купила два шприца иголочкой от этого шприца, от маленького. Я буду делать себе укол, но большим шприцом, потому что здесь у меня 3 мл. Мне нужен шприц на 5 мл. Есть несколько вариантов вкалывания себе инъекции в попу и в бедро. Я никогда не пробовала колоть себе в бедро. Мне кажется, здесь более чувствительно и страшно. Но как-то вы засамдали себе сюда шприцом. Будем колоть сегодня в пятую точку. И там тоже есть два варианта. Вариант хлопком, это резко. И вариант введения нажатием, надавливанием и медленным введением иглы, на что я еще не способна. Будем хлопать. Маленькую иголку от шприца на 2 мл можно вводить до конца, потому что она очень короткая. И если ее ввести до половины, то это уже будет считаться не внутримышечный, а подкожный укол. Он не сработает. Сначала мы потренируемся, как же делается укол методом хлопок. Берется шприц без иглы. Вставляется между двумя пальцами, большим и указательным. Многие путают и вставляют его вот так. Это неудобно. Так тяжелее попасть в нужную точку. Вот. Вот таким образом. Оголяем нашу цель. Оголяем. Колоть можно в крайний верхний угол. Если разделить вот так вот на 4 части, вот этот вот квадратик, это то место, куда можно колоть. Сюда, сюда, сюда колоть нельзя. Вот сюда везде можно колоть. Вот здесь вот мышца. Вы не достанете до кости, даже если всадите всю иголку. Перпендикулярно вводим. Не так, не так. Именно перпендикулярно телу вводим иглу. Значит, зажимаем шприц между большим и указательным пальцем. Он сейчас у нас без иглы. Прикасаемся к тому месту, где должен быть прокол. Замахиваемся. И делаем резкий хлопок. Делайте так несколько раз для того, чтобы просто как бы набить руку. И точно понимать, что вы не промахнетесь от страха. Отламываем с той стороны, где точка. Набираем лекарства. Избавляемся от лишнего воздуха. Открываем спиртовую салфеточку. Или же ватку со спиртом берем. Протираем место укола. Если не хотите вводить до конца иглу, просто сделайте ладошку лодочкой. Тогда она не войдет до конца. Расслабляем пятую точку. Делаем вдох и выдох. Все. Абсолютно не больно. Если ваше лекарство не болючее, то вам будет не больно вообще. Если болючее, то конечно же в момент введения лекарства будет печь. Это неприятно, но терпимо. Если вы человек очень впечатлительный, то приготовьте себе нашатырный спирт и вату. Смочите заранее вату нашатырный спирт и пускай она будет у вас под рукой. Как только у вас начнет хружиться голова, вы просто подносите к носику, нюхаете и вам становится легче. Кому было видео полезным, ставьте лайк. Обязательно поделитесь с ним с друзьями, потому что очень много-много людей, которые боятся уколов. Особенно мужчины. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, поделись с ним с друзьями. И не бойся. Если я смогла это сделать, то и ты сможешь. Кстати, говорят, что иголку нельзя вводить до конца, потому что она может обломаться. Я сейчас попробую сломать ее. Ну, может быть, если она была бы бракованная, конечно, не знаю. Но мне кажется, что в 21 веке иголки не ломаются. Пишите комментарии, что вы думаете об этом. А теперь расскажи о том, что нужно сделать с иглой после укола. А? Не сгибать ее. Потому что потом нужно обязательно надеть защитный колпачок на место и выкинуть именно вот в таком состоянии, ни в коем случае не открытую иглу. Всем здоровья, не болейте. Если вы думаете, что ей действительно настолько не страшно, посмотрите на ее спину. Конечно, мне страшно. Хотя не больно. Я знаю, что не больно, но все равно очень страшно. Маша, мне нужно сказать, подписывайся на канал. Да, ну, мам, подивись на меня сейчас. У меня течет 8 и 5. Маша, будет только голос. Мам, нет. Только голос. Даже текий голос? Да. Точно? Да. И подписывайся на канал ВВиктория.